Артур Конандоль, Пёстрая лента Читает Александр Водяной В то апрельское утро Холмс разбудил меня необычайно рано Простите, Уатсон, в приёмной меня ждёт какая-то клиентка Судя по её взволнованному виду, дело может оказаться интересным И вы, наверное, захотите услышать эту историю с самого первого слова Дама, одетая в чёрное, с густой вуалей на лице, поднялась при нашем появлении Доброе утро, мисс Меня зовут Шарлок Холмс Вы, как видно, очень продрогли Подсаживайтесь ближе к окню Не холод заставляет меня дрожать, мистер Холмс А страх, ужас, ответила дама Вам нечего бояться Я уверен, что нам удастся отстранить от вас все неприятности Прошу, расскажите подробнее о вашем деле Меня зовут Элен Столпер Я живу в доме моего отчима Ройлота Стокморони Моя мать была богатая женщина По её завещанию Я и сестра Являемся единственными её наследниками Но до нашего замужества Всеми деньгами владеет отчим Доктор Ройлот Как опекун Он вспыльчив до бешенства В гневе он совершенно не владеет собой Перессорился со всеми соседями Никто и слуг не хочет жить у нас Хозяйство и дом пришли в полное запустение Два года назад моя сестра Джулия Должна была выйти замуж Отчим согласился на её брак И всё шло хорошо Но за две недели до свадьбы Случилось ужасное событие В ту роковую ночь Мы засидели с сестрой допоздна В моей спальне Болтая о её предстоящем замужестве В одиннадцать часов Сестра поднялась Тебе не кажется, Элен Спросила она, уходя Что по ночам Где-то рядом Кто-то свистит Ночью я не могла уснуть Смутное ощущение Какого-то неотвратимого несчастья Охватило меня Была жуткая ночь Был ветер Дождь барабанил в окна И вдруг среди бури Раздался дикий вопль Кричала сестра Я выскочила в коридор И мне показалось Что я слышу свист О котором мне говорила Джулия И металлический ляск Подбежав к комнате сестры Я увидела Джулию Ужас застыл на её бледном лице Пёстрая лента, Элен Пёстрая лента Прошептала она И упала на пол Прибежал отчим Пытался влить ей в рот спирт Но было поздно Когда пришёл доктор Джулия уже умерла Следователю не удалось установить Причину смерти Джулии В комнату никто не мог проникнуть Все двери запирались Ставни тоже Печная труба С щелью в полу Все было исследовано И так нельзя сомневаться Что Джулия была совершенно одна Никаких следов насилия Признаков яда Обнаружить не удалось Скоро я выхожу замуж К приезду жениха Отчим решил сделать небольшой ремонт От моей комнаты Я переехала в бывшую спальню Джулии И вот сегодня ночью Я услышала тот самый свист Который был предвестником смерти сестры Я вскочила Зажгла лампу Но в комнате никого не было Это очень сложное дело Мисс Ален Сказал Холмс После долгого умолчания Мне хотелось бы сегодня же быть в Стокмороне И осмотреть дом Но так, чтобы ваш отчим ничего не узнал Что вы обо всем этом думаете, Ватсон? Спросил Шерлок Холмс Когда мы остались одни По-моему, это в высшей степени Темное и грязное дело Да, вы правы Внезапно дверь широко распахнулась И в комнату ворвался какой-то субъект Колоссального роста Я знаю, что моя падчерица была у вас Закричал он Горе вам, если вы сунете свой нос Не в свое дело Смотрите Он схватил стоящую каминокочергу Согнул ее Швырнул на пол И ушел, хлопнув дверью У Ройлота весьма важная основа Препятствует замужеству падчерицы Сказал Холмс Распрямляя остальную почергу Если она выйдет замуж То он теряет опекунство И остается без денег Мы должны спешить, Холмс Сказал я На девушке нависла страшная опасность Этот джентльмен И за денег готов на любое преступление Да Собирайтесь, Ватсон Мы едем До Стокморена мы добрались благополучно На нас никто не обратил внимания Мисс Ален встретила нас возле флигеля И мы тотчас пошли осматривать комнаты Вы переехали отсюда в комнату сестры Из-за ремонта? Проговорил Холмс Мне кажется, что эта комната Не нуждается в ремонте Мы прошли в комнату Джулии Сюда никто не мог проникнуть снаружи Сказал Холмс после внимательного осмотра В ночь смерти мисс Джулии Ваш отчин появился здесь после вас Лента Пестрая лента Что бы это могло быть? А ведь это поддельный звонок Очень странно Он даже не соединен с проволокой Да и слуг у вас нет А вентилятор? Это же глупость Выводить вентилятор не на улицу А в соседнюю комнату Прежде здесь не было ни вентилятора Ни шнура для звонка Сказала мисс Ален Они появились незадолго Перед смертью сестры Нам нужно еще успеть Осмотреть комнату вашего отчима Произнес Холмс Что в сейфе? Спросил Холмс Мне кажется, деловые бумаги А не живет ли в нем кошка? Что за странная мысль? Воскликнул Элен Кто же тогда лакает молоко Из этого блюдца? А вот еще нечто весьма интересное Что вы думаете об этом, Ватсон? По-моему, самая обыкновенная плеть Ответил я Не понимаю только, для чего понадобилось Свертывать ее в петлю Сейчас мы должны покинуть этот дом Не надо, чтобы ваш отчим видел нас Но если вы будете следовать моим советам То мы быстро устраним опасность Во-первых, я и Ватсон Должны провести ночь в вашей комнате Когда вы услышите, что отчим пошел спать Откройте ставни окна И поставьте на подоконник лампу Затем идите в вашу старую спальню Мы прятались в кустарнике Под окнами бывшей спальни Мисс Джулии В сумерках приехал Ройлот И в окнах замелькал свет Часов около девяти Вся усадьба погрузилась в сон Это сигнал нам, Ватсон Идемте И держите на готове свой револьвер Малейший звук может погубить нас С этими словами мой друг Бесшумно влез в окно А я последовал его примеру Забуду ли я когда-нибудь эту страшную ночь Не помню, сколько времени Просидели мы молча Пробило двенадцать Потом час, два, три Но вот в соседней комнате Раздался металлический скрип Словно открывали железную дверь Внезапно у вентилятора Мелькнул и исчез луч света Потом раздался шипящий звук Холк с мгновенно черпнул спичкой И начал яростно хлистать Тростью по шнуру Вы видите ее, Ватсон? Видите? Холмс перестал хлистать И начал пристально разглядывать вентилятор Как вдруг Тишину ночи прорезал ужасный крик Что это значит? Спросил я Это значит, что все кончено Ватсон Идемте При нашем появлении Доктор Ройлот не шелохнулся Ну вот она Лента Пестрая лента Прошептал Холмс Болотная гадюка Смерть наступает через 10 секунд После укуса Холмс быстрым движением Схватил с колена Ройлота хлыст Поймал голову змеи в петлю Бросил ее в сейф И захлопнул дверцу Полиция, которую мы вызвали Пришла к выводу Что Ройлот сам виноват в своей смерти Не нужно держать дома змей Мы отправили Ленке и ее тетушке Вернулись домой Скажите, Холмс Обратился я к другу Как вы так быстро решили загадку Этой пестрой ленты? Холмс закурил трубку И уселся поудобнее в кресло Когда мне стало ясно Что в комнату извне Пробраться нельзя То мое внимание Сразу же привлекли Вентилятор Шнур и сейф В комнате Ройлота Помните, Ватсон? Элен слышал металлический ляск В ночь смерти Джулии Блюдечко с молоком Тихий свист Хлыст с петлей Все это я видел у змейловов Мне стало ясно В сейфе змея Вентилятор и шнур Это путь к кровати Свистом Ройлот звал Голодную гадюку обратно Рано или поздно Змея укусила бы девушку А когда вы услышали Шипение змеи, дорогой Холмс Догадался я Вы начали бить ее И прогнали назад вентилятор Удары трости Разозлили гадюку И она напала На первого уже попавшегося человека Да, Ватсон Таким образом Я косвенно виновен В смерти Ройлота Который за денег Готов был убить Кого угодно Но не могу сказать Чтобы я принял вину Близко к сердцу Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова